Новости Дагестан продолжают работу телеканала ННТ в студии Захара Алиева. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Настоящее произведение искусства. В Дербенте возводят самый большой танцующий фонтан в России. Во всей красе на подиуме. Дагестанские барашки и козы теперь и в минеральных водах. Республика принимает участие на Всероссийской агровыставке. Кропотливая работа над будущим экспонатом музея. У услуженного мастера-ювелира, выходца из села Кубачи, побывала наша съемочная группа. Самый большой танцующий фонтан в России станет еще одной достопримечательностью Дербента. Сейчас идут облицовочные работы. Предполагается, что откроют фонтан в парке имени Низами Гердживей, в котором одновременно могут отдыхать более 10 тысяч человек уже в этом году. Госсекретарь республики Хизрия Бакаров проинспектировал ход строительства и нашел ряд нарушений. Какие именно, расскажет Хамзанур Магомедов. Зря Бакаров недоволен работой компании в Тормед. Послам госсекретаря поставщик привез 70% брака. Внутри некоторых камней имеются пустоты. Сейчас облицовка приостановлена. Некачественные камни будут заменены на материал той же породы и такой же плотности. Этот фонтан станет самым масштабным по площади в России, а это более 5000 квадратных метров. У него будет самый большой водный экран и лабиринт. Сформировали уже контуры самого парка, то есть уже видно, что где находится. Сейчас уже начали инженера наши проводить все сети, то есть это электроснабжение и фонтаны, в том числе и под архитектурное освещение. Там водоснабжением занимаются, то есть были некоторые корректировки по автополиву, так как здесь в соответствии с рекомендациями того же Лорберга были корректировки. После этого начнем уже и благоустройство самого парка. Парк также облагораживают декоративными деревьями, привезенными из-за границы. Сроки его возведения не изменились. Парк Незамиген-Живи планируют открыть этой осенью. Ну а если в Дербенте ждут нового парка, то жителям поселков Альбурикент, Кихулай и Тарки необходимы для нормальной полноценной жизни социально значимые объекты и транспортная инфраструктура. Администрация Махачкалы встретилась с представителями поселков и вместе обсудили наболевшие вопросы. В частности, возможность возведения на территории 22-й школы детского сада или дополнительного корпуса. Для возможного строительства корпуса к школе 20-й тоже рассматривали возможности там изучить данные соответствующие поручения. И если здание администрации поселка, то есть вариант возможного строительства там здания для размещения детского сада с размещением и начальника школы. Напомню, что в прошлом месяце глава Махачкалы Салман Дадаев уже встречался с общественностью поселков. Тогда местные жители выразили озабоченность тем, что на территории населенного пункта практически не осталось земель для общественных пространств. Дагестанские барашки и козы во всей своей красе принимают участие во Всероссийской агровыставке, которая в эти дни проходит в минеральных водах. 16 животноводческих хозяйств нашего региона представили на суд экспертов – мелкий рогатый скот. О всем разнообразии овец и коз и о фаворитах выставки расскажет моя коллега Патимат Ханапова. От цветовой гаммы и шерстного разнообразия глаза разбегаются. Здесь только лучшие из лучших. Одни только дагестанские аграрии привезли на Ставрополье овец пяти пород. В России идет сейчас экспертная комиссия оценочная и хозяйство у нас сделано. Мы неоднократно с 13 годами участвуем в этих выставках. Экспертная комиссия оценивает продуктивные качества животных, которые входят в основном в живая масса, шерстная продуктивность и приспособленность животных к условиям содержания. Среди конкурсантов недавно выведены артлукские мериносы. Их считают успехом науки и сельхозпроизводства в Дагестане. По словам экспертов, сегодня настало время вывести селекцию и генетику на новый уровень. Дагестан является лидером по боголовью мелкорогатого скота в России. Оттого отмечают специалисты. Республика идеально подходит для этих целей. Сегодня нужно не столько, может быть, количественные изменения в мелкорогатом скоте. В первую очередь нам нужна качественная работа над совершенствованием породных продуктивных качеств овцев и козопоголовья. Руководство Дагестана в настоящее время, я знаю об этом, очень заинтересовано в качественном улучшении поголовья. В рамках выставки также проходят семинары и научные конференции. На одной из них, посвященной вопросам развития мясного овцеводства, приняли участие представители Минсельхоза Дагестана. 21-я российская выставка племенных овец и коз продлится до 21 мая. Победители объявят в последний презентационный день. Патимат Ханапова, Кази Ахмед Абдухаиров, новости ННТ, Минеральные воды. Праздник выходного дня будет организован на центральной площади Махачкалы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр культуры Зарема Бутаева. В рамках культурной программы будут работать несколько площадок. По субботам на столичной площади гостей ожидают выступления фольклорных коллективов. А по воскресеньям для горожан будут проводить танцы, показ мод и многое другое. Также начнет работу открытая библиотека, где любой желающий сможет взять книгу в подарок. Мероприятия будут проходить каждые выходные и продлятся до конца сентября. Торжественное открытие состоится 22 мая. Мы с такой инициативой вышли к нашим коллегам, как руководителям учреждений, так и свободным художникам, к нашему творческому сообществу, что такой компонент, как уличная культура, нужно развивать. Нужно выходить из замкнутых пространств, из привычных локаций, выставочных залов, концертных залов и непосредственно общаться со зрителем. И прежде всего здесь жители города и гости нашей столицы, они могут стать непосредственно участниками этих творческих активностей. Разработать план мероприятий по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел поручил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе прямой линии. Мастера-жеремесленники давно имеют свой план по сохранению народного промысла. Выходит из села Кубачи Бахтияр Абдурахманов. Десять лет трудится над изделием, которое, возможно, станет апофеозом его творчества и украсит музейные витрины. Как мастер передает летопись своего народа на холодном оружии и филигране украшений, расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Делаем каждую волосинку, подчеркиваем, так, вручную, все дорабатывается, все, вот еду. Вдохновившись, возможно, басней Крылова про две бочки, которые вез кучер по мостовой у ювелира Бахтияра Абдурахманова 10 лет назад. Родилась задумка создать изделие, которое станет экспонатом музеев. Только на изготовление фигуры кучера из серебра у мастера ушло 5 лет. Еще столько же он потратил на бочку и конструкцию по воске. Теперь дело за колесами, пока они только в восковой заготовке. Была эта заготовка, а сперва это все рисуется на бумаге у нас. Потом исходит вот эта восковка, после этого идет литье. Эта идея сама уже сколько в голове сидит, я хочу как-то, ну, сухар, после меня, чтобы как-то осталось, как бы, ну, хорошая, ну, музейная, эксклюзивная работа, что-то типа такого. Кучер получается, вот он с хлыстом, здесь будет, у него хлыст, здесь будет творче. Параллельно с такой работой мастер трудится и над ювелирными украшениями. На женские браслеты с чернением, филигранью и позолотой уходит от недели до месяца. Из куска литого серебра рождается эксклюзив с национально-кубачинскими узорами. Узор весь называется мархарай. Этот по краю, который у нас идет, это луманамлищик. Вот здесь у нас получается вот тамва, здесь у нас получается мучалбик. То, что под позолотом, вот здесь вот тоже получается мархарай, вот здесь по краю, то, что глубокая рюк идет, вот это все. Вот видите, в каком виде, в конце вот она отрезается здесь, вот это месте, где пайка выбирается, вот она получается у нас такая. Это у нас глубокая гравировка, здесь позолота, оксидировка, это у нас чеканка, то, что наручная вот здесь вышла, все узлы вот такие вышли. А ручная работа, все вот ручная, вот и до. Бахтияр Абдурахманов, заслуженный мастер-ювелир, член Союза художников, ежегодно представляет свое творчество на выставках в стране и за ее пределами. Вспоминает, что в семье Злата Кузнецов не было, азы ремесла мастер постигал за школьной скамьей. Свою квалификацию получил, окончив десятилетку. У нас, как в школе, начиная с школы, преподают сперва рисование, труд, на уроках труда, это все, и дальше больше у нас, ну, кто и мальчик, кто гравировщик. Иногда ювелиру приносят старинные и современные серебряные изделия на реставрацию или для нанесения дополнительной чеканки. Тогда мастер вновь берется за карандаш и рисует эскизы, которые освежат изделие и, несомненно, повысят его стоимость. Популярны также заказы на изготовление холодного оружия. Кинжал у нас как традиционное, астагистанское, для джигитов, для мужчин, как говорится, да, тоже что. Внимание. Ну, и как у нас подарки, как мужчина может своему подарить, другу, что, как говорится, осталось сыну, это все, ну, тут уже дарят. Вот фрагмент кинжала у нас под чей, это называется лямс, узоры, делается очень мелко, говорю, рука, это по стальну. На всякий случай на столе у мастера стопка книг. В перерывах между кропотливым трудом Бахтияров Дурахманов читает. Возможно, там он почерпнет новые идеи для работ, которые вскоре будут красоваться на страницах журналов народного декоративно-прикладного искусства. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Ну, усидчивость ремесленников не присуща героям следующего материала. Неотъемлемая часть их жизни – это рев мотора, запах горючего и трасса. Дагестанские байкеры открыли мотосезон. Мероприятие прошло в рамках шестой глобальной недели безопасности дорожного движения в республике. Стартовали мотоциклисты в сопровождении сотрудников госавтоинспекции МВД в Махачкале и проехались по центральным улицам. Затем байкеры направились в сторону Кизелюртовского района, где состоялся концерт с участием рок-музыкантов, звезд дагестанской эстрады и танцевальных ансамблей. Совместно и во взаимодействии с мото-клубом Black Eagles MC состоялся открытие мотосезона, состоялся мотопробег. Цель мероприятия – это привитие навыкам безопасного поведения на дорогах всем любителям мотоциклетного, спорта, мототранспорта. У Федерации футбола Дагестана новый руководитель. Единогласным решением на внеочередной конференции новым председателем организации избрали Шахабудзина Микаилова. На этом посту он сменил Будуна Будунова, который ранее был назначен заместителем министра по физической культуре и спорту республики. В своем выступлении Будунов поблагодарил коллега и заверил, что и на новом месте работы приложат максимум усилий и возможностей для развития футбола. Также в рамках конференции состоялась церемония награждения победителя и команд, занявших второе и третье место на чемпионате Дагестана. Для Федерации на сегодняшний день ничего не меняется. Для развития футбола это идет в плюс. Я также как с 2011 года Дагестан пришел в 2009, я в 2011 стал помогать, также буду ему помогать. Я также остаюсь его заместителем, его помощником. По уставу нашей организации я буду председателем, буду выполнять какие-то там такие функции, которые необходимы по этой должности. Смотрите нас также на сайте ннттв.ру. А у меня на этом все. До встречи!